К нам в ближайшую секунду, говорит мне режиссер, получится вывести нашего гостя. А пока у нас есть уже вопросы, да, приходит как раз Дмитрий Борисович. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, спасибо, что позвали. Хочу начать разговор с вами с оговорки патриарха Кирилла. Я знаю, что вы сегодня весь день на эфирах, и возможно, не знаю, успели ли вы ознакомиться с этим видео, где как раз патриарх называет Владимира Путина на форуме «Россия-Африка», называет его, ваше превосходительство, Владимир Васильевич. Оговорка какая-то по Фрейду такая получилась, кажется. Ну, может быть, но, понимаете как, мы никто ведь не молодеем, люди моего поколения, а патриарх чуть-чуть и постарше. Ну, так что язык заплетается и извилину задевает. Ну, я бы не стал за этим искать какие-то уж особенные черты фрейдизма, но просто зацепилось там, мало ли Владимира Васильевича и на свете. Он потом поправился. Конечно, это был конфуз, но что делать? Дедушка, я тоже могу легко напутать слова, уж извините, пожалуйста. Не позлобежно. Да, действительно, все мы можем что-то напутать и оговориться, но в данном случае здесь как-то аналогия сразу прослеживалась, и особенно обращение, на которое обратили внимание, ваше превосходительство. Ну, возможно, это просто такая форма, которая необходима. Нет, 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 это давно. Это было, звучало революционно, когда как раз вот патриарх стал, только-только начиналась путинская эра, и вот Путин, по-моему, это было в храме Христа Спасителя, пришел, условно говоря, на прием к патриарху, там какая-то была процедура, и он впервые к нему обратился со словами «ваше превосходительство». Это не первый раз. Тогда меня это удивило, зацепило, а сейчас это уже рутина. Его превосходительство, что-то там любил певчих птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц. Помните, у Булгакова, кажется, такая штука была. Ну, да, ваше превосходительство. Ну, хорошо, что... А он в ответ должен был бы ответить, ваше высокопресвященство. Там же была очень сложная иерархия. Ваше величество, ваша светлость, ваше сиятельство и много чего-то еще. В соответствии с социальным рангом обращения были такие. Превосходительство — это просто знак уважения. Превосходит. Надо сказать, что и к африканским лидерам он также обращался. Ваше превосходительство, позже перечисляя их, просто все обратили внимание конкретно на эту. Сразу в отношении Владимира. Ну, у того и у другого одинаковый статус, руководителя государства, для, соответственно... И что характерно, в отличие от европейской традиции независимой церкви, глава русской православной церкви считает этих людей более высокого статуса по сравнению с собой. На самом деле он как бы посланник Бога на земле, представитель, ну, по крайней мере, должен был бы быть равным. Нет, он признает свою зависимость от государя в данном случае. И эта традиция идет со времен Иосифлян, которые, поддакивая Ивана Васильевича Грозному, убедили его, что он государь, высший представитель Бога на земле, а не они церковные служители. Ну, такая вот прислужка получилась, прислуживание к государю. До того все-таки патриарх это был самостоятельной величиной политической. И царю напрямую не подчинялся. Да и, собственно, и царя-то не было, он назывался великим князем. А вот со времен Ивана Васильевича уже царь, термин царь устаканился. И те же самые и осифляне объясняли, что царь важнее солнца, потому что солнце только днем освещает землю, а царь, он и днем, и ночью бодрствует, освещая весь мир и изничтожая неправды. Ну, и, соответственно, поскольку он помазанник Божий, то у него и приоритет. В буквальном смысле слова превосходительство. Вот с тех пор мы в этой традиции не мы, а русская православная церковь и существует. Он как раз идет в разрез с концепцией того, что у Бога как раз все равны, но при этом, видимо, это не берется во внимание. А что касается заявлений Владимира Путина на этом форуме, он как раз начал раздавать зерно бесплатно и сказал, что 25 и 50 тысяч примерно зерна, несмотря на прекращение зерновой сделки, он пообещал ряду африканских стран. При этом, кстати, Сергей Шойгу находится сейчас в КНДР, он там осматривает вместе с Ким Чуныном беспилотники северокорейские и на торжественных ужинах там заседает. То есть, вот союзники определены. Как, в общем, эти две новости вы оцениваете? Ну, вы знаете, это, конечно, не оскорбительно, но обидно. И кислое выражение Сергея Кожугетовича на вот этих торжествах по случаю его приема об этом свидетельствует. В общем, ну, что можно сказать, если Шойгу едет за оружием, понятно, что он едет за оружием. Может быть, он еще не проще был бы получить и личный состав корейский, но там слишком много сложностей сопутствующих. А вот оружия ему не хватает. Точнее говоря, не хватает снарядов там, амуниции, как это называется. Это значит, что дефицит того, что в Советском Союзе производилась в 70-е и 80-е годы. Потому что северокорейская оборонная промышленность, она, естественно, строилась по шаблонам советским, старым шаблонам. И получается так, что вторая, как ее артикулировали, позиционировали, армия мира воюет, прости господи, иранскими дронами, корейскими патронами. А еще актуальна идет тема насчет мьянмы. Есть такая... То есть с Россией могут взаимодействовать только окончательные отморозки, которые уже находятся под санкциями, которым терять нечего. А это КНДР, это Иран, это бывшая Бирма, которая, опять же, снабжали российским оружием, советским оружием еще до 80-80-е годы. И вот сейчас господин Шойгу ездит, побирается, собирая назад то самое древнее вооружение. Ну, конечно, оно произведено относительно недавно, но по технологиям того времени. Ну, что тут скажешь? Во-первых, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. То есть Россия лидер стран-изгоев. Иран, КНДР, Мьянма, может быть, кто-то из Африки еще там поделится оружием, явно или неявно. Сирия. Это одна страна. И вторая страна дела, Россия собирает железо, которое было впущено на поток в 70-х и 80-х годах. Ну, без слез не взглянешь. В общем, как бы можно этому радоваться, можно этому печалиться, но деградация российской, даже армейской культуры. Я уж не говорю про театральную, литературную и все прочее. С приходом Путина к власти ускорилось. Вот спрашивают наши зрители. Появилось фото Евгения Пригожина с одним из африканских лидеров. Возможно, вы успели его увидеть, но вот сейчас, в частности, Алексей Венедиктов поставил его в своем телеграм-канале. Пригожин на саммите Россия-Африка. Фото опубликовал как раз Дмитрий Сытый, координатор в ЦАР. Вообще, возможно ли, что Пригожин может вот так спокойно присутствовать на таком мероприятии торжественном международном? Возможно, потому что Путин стиснул зубы, проглотил оскорбления. Это он умеет делать. До поры до времени он еще потом сведет счеты с Пригожиным, я это уверен. А сейчас Пригожин для него безопасен, потому что единственным политическим ресурсом, который уважается в путинской России, является сила. А Пригожина кастрировали. То есть, у него нет ни самолетов, ни танков, ни пушек. У него есть 5-7, может быть, 8 тысяч головорезов, у которых нет ничего, кроме легкого оружия. Ну, и там, кажется, 6 бронетранспортеров щука. С этим войском никуда не денешься, кроме как в Африку. Я думаю, что Путин использует Пригожина по назначению. То есть, это такая демонстративная оскорбительная ссылка. Твое дело африканское, вот ты там с африканскими вождями и договаривайся. Путин сам съехал до уровня. Ну, я использую терминологию близкую к путинским кругам. Они, через губу относятся к небольшим государствам, которых можно купить, напугать, еще что-то с ними сделать. Так вот, ну, да, видимо, для Пригожина открывается африканская карьера, где он должен будет замаливать грехи или там как-то оправдывать свое существование перед Владимиром Путином. Так что, я не исключаю, я не готов говорить, что это именно так, но что это может быть, вполне может быть. Вот пишут тоже наши зрители, я цитирую, кстати, Ольгу Романову, что мятеж-то начал Пригожина, посадили Гиркина, условно, хотя Гиркин как раз-таки Пригожина и критиковал. На ваш взгляд, вот в чем причина таких обстоятельств связанных? Ну, я думаю, что это немножко разные вещи. Гиркина посадили за длинный язык. Это политическая кара, которая призвана изолировать мальчика на галерке, который может крикнуть, что король-то голод. Вот Гиркин давно кричал, на него не обращали внимание, как на зудящего комара, но поскольку король все чаще проваливается, в том числе в военном смысле, то люди, которые артикулируют вот такие слова, становятся опасными. Поэтому Гиркина и приняли на нары, слишком сильные наказывать не будут, я думаю, но чтобы другим было неповадно. Поэтому вот репрессии, это не потому, что Путину так сильно это нравится, а функционально необходимые. Путина критикуют уже все коммунилии. Раньше критиковали демократы и либералы, да, и им выписывали по 20 лет за это, на секундочку. А теперь начинают уже и левые, тот же самый, тот же самый господин Кагарлицкий, который поддерживал Крымскую весну, потому что ему казалось, что это возрождение советской системы приоритетов. Ну, достаточно наивный взгляд, как мне кажется, но тем не менее, он это говорил. Вот сейчас позволяет себе критиковать Путин и за это его, похоже, сажают. То же самое с Гиркиным. А Пригожин, в отличие от Гиркина, обладал реальным политическим ресурсом. Потому что политическим ресурсом в путинской России является сила. Вот сила у Пригожина была. А у Гиркина не было. У него был только длинный язык. Ну, и вот теперь, значит, решили Гиркину этот язык прикусить. А Пригожин, поскольку у него есть ресурс, и этот ресурс надо как-то использовать, вот у него обрезали этот самый ресурс, отобрали тяжелую технику, без которой воевать в современном мире нельзя, отобрали две трети кадрового состава, которые там подписали контракт, или уволились, или подписали контракт с Шойгу. И теперь с Пригожиным можно делать все, что угодно, но он скорее все-таки полезен. Он совершил грубую политическую ошибку, но Путин или боится с ним связываться, потому что он не знает, поддержит его генерал или не поддержит, или из рациональных соображений считает, что уничтожать Пригожина невыгодно, потому что от него можно что-то получить. От Гиркина ничего не получишь, это только мастер художественного слова, и все. Поэтому его сажают за слова, поэтому правильно говорит Навальный, что его сажают за политику. А вот посадить Пригожина, видимо, с точки зрения Путина, или опасно, или нефункционально, потому что его можно пустить в Африку, семь шкур с него снять, как сказано, я с тебя семь шкур спущу и голым в Африку пущу. Вот голого Пригожина пустят в Африку, пусть он там загорает, у него там хорошие связи, и там действительно эти несколько сотен или даже тысяч головорезов вполне могут рассматриваться как серьезный политический такой ресурс. Ну, дай бог ему здоровья. Заодно можно еще поразмахивать Пригожиным в качестве угрозы странам Балтии или Польши, но это может, если и сработает только, то в России, на Западе нет. Поэтому я не сказал бы, что Гиркина посадили вместо Пригожина, хотя в некотором смысле так оно и есть, но просто это люди разной весовой категории, и Гиркина посадили в наущение другим, а Пригожина все-таки с точки зрения путинских пацанских представлений, это игрок, и ему предоставили возможность искупить кровью свою вину. Мне кажется. Вы сказали о том, что мастер художественного слова, условно, Пригожина, говорят, что как раз он перешел черту... Пригожина про Гиркина, я так говорю. Про Гиркина, прошу прощения, да, вы сказали о Гиркине, что как он художественным словом с ним работает, а что касается того, почему это произошло, что говорят, что он перешел черту, начав говорить о художественной гимнастке, как раз, Алине Кабаевой. Вы знаете, можно думать об этом и высказывать какие угодно предположения. Речь идет о Кабаевой. Ну, я вообще небольшой любитель всех этих вещей. Кто с кем, как долго, почему и прочее. Ну, не в этом же дело в конце концов. Я думаю, что Гиркин давно напрашивался с точки зрения путинских каких-то начальников. Ну, и просто сейчас наступил момент, когда Путин же плохо выступил. Он победил Пригожина, в этом смысле он усилился, да, как бы, но выглядел-то он скверно. Он сначала испугался, заявил там всякие слова про мятеж, про удар в спину, предательство, а теперь он из каких-то своих соображений делает вид, что ничего и не было. Не сбивали пять вертолетов, не сбивали там какой-то дорогой, около 300 миллионов рублей, самолет-разведчик. Не было этого, забудьте, товарищи, не было никакого мятежа, потому что мятеж это, извините, серьезная статья. Или ты действительно государственный человек, и тогда, коль скоро мятеж, то должен быть суд, следствие и так далее. Или ты балабол, и тогда забудьте, что было сказано 24-го, слушайте, что вам сказано сейчас. Путин это понимает, и поэтому у него позиция в ментальном смысле ослабла, и поэтому те, кто его критикуют, становятся опасными. Раньше можно было от них задней ногой отмахиваться, а теперь, ну, даже такой, если пользоваться боксерской терминологией, выступающей в весе комара, Гиркин все равно раздражает, лучше его изолировать. Так что можно здесь выстраивать концепции, что вот так вот, мол, Путин переживает из-за госпожи Кабаевой. Может быть, да, может быть, нет, не знаю и знать не хочу. Вот это, мне кажется, вне сферы политологии. Ну, вот что касается сферы политологии, уже в завершении хочу вас спросить, потому что вас нужно отпускать. Вы упомянули по поводу Польши, что вагнеровцев вроде как могут или могут попугать тем, что кинут в сторону Польши. А что касается того, о чем говорят сейчас, это то, что Владимиру Путину в таких папочках или в статьях, которые пишут, в частности, Караганов, пытаются донести, что пятый пункт НАТО неэффективен, он не сработает, и, возможно, таким образом подтолкнуть его к принятию каких-то таких более радикальных решений и эскалации. Насколько вероятен такой сценарий, на ваш взгляд? Касательно Прибожина, то ведь все хорошо сверху видно. И на то и существуют натовские разведки, чтобы оценивать военный потенциал. Ну, что там? Ну, несколько тысяч человек, сотни автомобилей, главным образом легковых или там буханок. Есть там несколько КАМАЗов с тентами, в которых можно вести пехоту, можно вести автоматы, можно вести минометы, но точно не что-то более серьезное. Нет пушек, нет танков, нет самолетов. Есть шесть щук бронетранспортеров. С этим воинством двигаться против НАТО просто бессмысленно. У Вагнера хороший опыт, когда они быстро и беспощадно получили по морде от американцев в Сирии. Вы, наверное, помните эту историю, когда тоже был расчет такой, что в наглую проскочит. Они пошли штурмовать нефтяные поля, я уж не помню в каком месте, какой-то там Шармаль-Шейх или что-то похожее. Американцы спрашивали, это российские войска, поскольку у них была прямая линия связи. Им с такой оттенком издевки говорили, нет, нет, это не наши, мы вообще соблюдаем законы, говорили российские генералы. американцы несколько раз переспросили, получили ответ, что нет, это непонятно кто. Ну, раз непонятно кто, то даем команду, и там в течение двух часов все эти попытки были разнесены в клочки. Вагнеровские начальники это помнят, поэтому напрыгивать на Польшу, на Латвию, на Литву, им совершенно неохота, да и нечем. Вот для того, чтобы начать войну, все-таки нужно сделать некоторые подготовительные акции. Поэтому это чисто вербальная интервенция, как раньше, как говорят в терминах рыночной экономики. Напугать, поддержать, повысить акции, понты. Я думаю, что может быть какая-то часть трепетных политиков на Западе воспримет это всерьез, но военные люди, они уже об этом пишут, разведчики, ну нечем воевать, нет ресурса. Это же не Африка, где там с автоматами можно помочь одному государству маленькому против другого такого же маленького. Здесь НАТО, здесь серьезная военная организация, у которой есть самолеты, ракеты, разведка. Поэтому выглядит глупо, выглядит жалко, а Лукашенко это говорит не для того, чтобы напугать Запад, мне кажется. Мне кажется, что он это говорит для того, чтобы напугать Путина, потому что логика простая. Понятно, что на Западе Лукашенко никто не поверит, что тут какой-то там стоит лев, который когтями рвет траву, у него из пасти огонь извергается, этого лева зовут Пригожина, вот-вот он сейчас пойдет на Варшаву. На Западе умеет считать, понимает, что это не лев и даже не баллонка по нынешнему состоянию. Но раз Лукашенко про это говорит, значит, сигнал какой? Он посылает, как мне кажется, дает понять Путину, что я обращаюсь к Западу и говорю я от вас вернее так, я вас защищаю от Пригожина. Понятно, что Запад на это не клюнет. А вот для Путина это сигнал, что Пригожин вполне себе может быть той самой картой, которую Лукашенко разыграет с Западом для того, чтобы наладить свои отношения. Лукашенко циничный человек, опытный человек, тертый калач. Он прекрасно понимает, что если перед Западом стоит выбор, или иметь вновь образованную территориальную структуру, которую можно назвать объединенным государством России и Белоруссии под руководством Путина, или, соответственно, иметь ядерное оружие под Гродно и еще где-то. И это одна опция, когда Лукашенко нет, а Белоруссия становится частью России. Или вторая опция, иметь отдельно Россию и отдельно Белоруссию, которая руководится вот этим отморозком по имени Лукашенко. Запад выберет вторую опцию. Ему нужен суверенный Лукашенко, если перед ним выбор такой, Лукашенко или Путин. Путин, который руководит Белоруссией. В этом смысле, в этих условиях, Запад проголосует за Лукашенко. И Лукашенко это прекрасно знает. И вот сейчас он посылает Западу и Путину заодно сигнал, что да, у меня этот Вагнер надоел, но я его сдерживаю, скажите мне спасибо, а если что, то я могу его испустить с цепи, и тогда, значит, ну извините, я ни за что не отвечаю. Это сигнал не Западу, это сигнал Путину, что Владимир Владимирович, я у тебя не на кукане, у меня есть своя собственная суверенность, я сам буду командовать вот этим самым Вагнером, а ты, чтобы сохранить хорошее отношение со мной, дай, пожалуйста, денежек, как обычно. Я думаю, что оттуда Лукашенко вернется с обычным кредитом от Путина, не таким обильным, как обычно, потому что у Путина стало меньше денег из-за войны, но выторгивает себе что-то. Ну и, соответственно, при этом это означает, что Лукашенко пытается наладить отношения и с Западом тоже, во всяком случае посылает Западу сигнал, что он с ним готов взаимодействовать. И перед Западом интересный выбор. С одной стороны, демократические ценности и Лукашенко, который очевидный узурпатор, или реальная угроза того, что эта территория отойдет под контроль Путина. Лукашенко вот эту игру и использует. И в этом смысле Вагнер для него дополнительный небольшой, но кузырек. Такой на уровне шестерки, семерки. А он умел разыгрывать такие не самые сильные карты, поочередно улыбаясь то на запад, то на восток, и таким образом обеспечивая свою собственную власть, передавая ее из своих рук в свои руки. Ну что ж, Дмитрий Борисович, благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Спасибо. И ждем вас в студии. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Дмитрий Орешкин был на прямой связи с Грэмом.